Здравствуйте, Шаботофа, Готовок, хорошей недели. У нас Мишли, 144-й урок. Мы находимся в 17-й главе, в районе 4-го пасука. Я говорю в районе, потому что мы его начали и прочитали Мальбима на этот пасук, но не прочитали Гаона на 4-й пасук. Мальбима перечитывать не буду, поскольку Мальбим объединяет 3-й и 4-й пасук им вместе, и это отдельный Магалах, отдельный путь восприятия. Что Мамела говорит? Злодей внимает устам кривды, устам, которые говорят неправду, а ложь прислушивается к слову насильника. На самом деле, это действительно немножко связано с прошлым пасуком, но непонятно, Гагроя, в общем-то, не связывает. Теперь меня просили, чтобы я читал на иврите тоже, тем более, что слово кривда перевести на иврит намного тяжелее, чем с иврита. Мира макшиф альсфат авен. Со зла внимают, слушают языком авена, языком лжи, нечестивцу. Шекер мазин аль лошон гавот. А ложь, она дает пропитание языку, который существует. Говорит Гаон, что здесь есть два понятия – ра и мирма. Понятие зло и понятие мирма. И то, и другое переводится по-русски как слово зло, но сейчас мы видим разницу между ними. Здесь говорится, что зло, оно слышит также для того, чтобы принимать то, что исходит из уст, для того, чтобы обманывать других, для того, чтобы можно было сделать им зло. Сифтей, слово сифтей, дословно это, наверное, уста, губы, сват. Это то, что ведет за собой мирму. Я пока не перевожу слово мирму, мы чуть-чуть позже это сделаем. Как я, говорит Гаон, уже объяснял раньше, и сейчас мы вернемся к этому объяснению. Слово шекер – ложь. Это то, что обманывает с помощью мирмы и делает так, что питает язык, который будет существовать. Имеется в виду, зло – действующее зло. Оно, из него учатся разные пути. Как сказано, что около мервы, от мирмы, я питаюсь. Здесь как бы игра слов есть некоторая, тех, кто знает иврит. Мазин и мазин. Мазин от слова «зан» – питаться. Мазин, где попадает буква «алиф», появляется перед буквой «заин». Это от слова «ознаем уши». Это и питаться, и вслушиваться. Поэтому здесь получается, что, объясняет Гаон, что Шлома Мелы говорит, что вот эта мирма, она дает пропитание тем, кто вслушивается в язык, который говорит эта мирма, в выражение, которое она говорит. Поскольку мирма, она не хочет, чтобы было раскрыто ее сердце и то, что внутри. И она говорит втайне для того, чтобы обучить своим путям. Поэтому здесь сказано слово «мазин». Мазин, говорит Гаон, это Гатаят Озен. Совершенно невозможно перевести это на русский. Гатая – это наклонить. Озен – это ухо. Зан – это еда. Человек, который питается чем-то, он склоняет свое ухо для того, чтобы подслушать, услышать. Услышать слова тайны, которые произносятся, которые не должны знать другие люди. И это то, что хочет Ра. То есть Ра – зло. Хочет, чтобы в него вслушивались, для того, чтобы обмануть. Говорит таким образом, немножко тихо, таким образом, чтобы создавалось впечатление, что зло не хочет быть услышанным. Но говорит не настолько тихо, чтобы его совсем не слышали, а так, чтобы тот, кто хочет подслушивать, он услышал, что было сказано. И таким образом, человек, который подслушивает, он это слышит, и это на него влияет. Теперь, для того, чтобы это немножко понять, нам нужно обратиться к комментарию Гаона на вторую главу, которую мы, понятно, что учили уже давно. И во второй главе Шлома Амеллах делает некоторый анализ того, что такое мирма. Даже не Шлома Амеллах, а больше это делает Гаон на основании того, что сказал Шлома Амеллах. Одну секундочку. Вторая глава. Предложение Ютбей, 12-е предложение. Предложение говорит... Ой, надо несколько предложений считать. Давайте, чтобы было проще, сделаем это так. Просто для того, чтобы как-то можно было увидеть текст, который хочет сказать Шлома Амеллах, а не переводить по одному слову. Момент. Он говорит... Праведные знают нужду скотина своей, но чувства нечестивых жестоки. Возделывающую свою землю насытится хлебом. А тот, кто идет по следам празднолюбцев, у того нет ума. Нечестивый любит сеть злых, а праведные пускают корень. Вот нам надо остановиться на этом предложении, что нечестивый любит сеть зла. Шлома Амеллах говорит... Шлома Амеллах говорит... Как можно спастить от путей зла? Говорит Шлома Амеллах. Ситра Охра, она так же, как сторона к душе, сторона святости, так и дурная сторона, сторона обратная, которую создал Всевышний, сторона тьмы, она делится на мужское и женское начало. И это сот, тайны, двух видов Ецар-горы, которые находятся в медот человека, в качествах человека. Понятно, что любые вещи, связанные с Ецар-горой, они входят в человека через его медот, через его качество. Поэтому Балай Мусар пишет о том, как важно работать над своими медот. И вся книга Мишли, фактически, говорит нам о двух, о двух видах отрицательного женского начала. Это таава и хамда. Две женщины-блудницы, которые, иша-зана, которые преследуют бедного юношу. И здесь речь идет, Шрама Меллах вводит понятие то, что в Ецар-горе, в Ситриохре, находится и женское, и мужское начало. Женское начало – это тава, это вожделение, желание, получение удовольствия. И каас, гнев – это мужское отрицательное начало. Тоф, и внутри этих вещей, внутри этого отрицательных начал, существует тоф и ра. Есть добро и зло. Внутри Ситриохре, внутри обратной стороны, есть и добро и зло. Так вот, говорит он, что добро – это таава, как будет сказано в другом месте. Таава называется добром, а каас называется злом. Так добро – оно хуже, чем зло. Таава – это хуже, чем каас. Почему? Объясняет он, что тоф каас мисхок. Есть такая фраза, фраза, которая сказана, не помню где или не знаю где, в Карелите она сказана. Лучше гнев, чем смех. Что это значит? Нас всегда учат, что гнев – это одна из самых страшных вещей. Человек, который гневается, как будто бы служит идолом и так далее. Но лучше гневаться, чем насмехаться. Имеется в виду, что посредством позитивной части Ситриохра, обратного начала, человека легче соблазнить. Работа Яцаргора – это соблазнить человека. Человек, к которому приходит Яцаргора в виде такого стандартного нападающего и идет в лоб, лоб, в лоб, в лобовую атаку, то человек, в принципе, может совладать со своей Яцаргорой и может попытаться каким-то образом справиться с ней. Но в тот момент, когда она приходит в виде какого-то обманного маневра, то очень трудно понять, что хорошо, а что плохо. Например, когда возникает какой-то смех, просто смех, то первое, что приходит в голову человеку, которого пытается соблазнить Яцаргора, митсва к дойле льет бы симха. Большая митсва находиться в радости. Смех, что может быть лучше, продлевает жизнь человек и в дуэ дошем бы симха. Служите Всевышнему в радости и так далее. В тот момент, когда к этому же человеку приходит злость, гнев и так далее, я говорю про человека достаточно высокого уровня, он в состоянии понять, что с гневом надо справиться, надо отложить его в сторону, надо понять, что гнев это всегда со стороны Яцаргоры. Но когда к нему приходит смех, то понять, этот смех с какой стороны идет, со стороны к душе или со стороны Ситрохры, это уже отдельный разговор. Это далеко не так просто. Поэтому он говорит, что посредством тоф Ситрохра она соблазняет человека. И каждый вид этой Ситрохры делится на две части. Как в Таеве, так и в Каасе. И в Таеве, и в Каасе есть положительное и отрицательное качество. А именно, в Каасе это то, что называется в гневе, это то, что называется Ра и Мирма. Теперь мы касаемся той Мирмы, о которой мы говорим в нашем посудке. Ра, зло и Мирма назовем это обман. Что имеется ввиду? Сейчас, секундочку. ВКТАФЯТ, в рукописи Гаона, он чуть-чуть добавляет, я не знаю, почему это не включено сюда, вероятно, в редакции сам Гаон это вычеркнул, но в рукописи Гаон пишет, что разница между Ра и Мирма, между понятием злом и понятием Ра и Мирма, я не знаю, то и другое переведется как зло, что одно открытое, Ра это открытое зло, а Мирма это скрытое зло. В другом месте, в посудке Тедзайн, той же главы, которую мы уже когда-то учили, второй главы, будет Гаон объяснять это не в Каасе, а в Таеве. Поэтому, может быть, нам надо будет перепрыгнуть и посмотреть, как там тоже он объясняет. Так вот, внутри Кааса существует Каас Ра и Каас Мирма. Ра, это Ра, которое зло само по себе, и в нем пиф, волейбол, шавим, уста и сердце одинаковые. То есть, когда выходит Каас наружу, то в сердце тот, кто Каэс, тот, кто гневается, он чувствует тот же Каас, который выходит у него словами. И это Ра, и это зло, в котором они одинаковы. Мирма, это обратная штука. А именно, человек говорит что-то хорошее, а в сердце думает плохое. И это то, что называется Сифтейхалукот. Сифтейхалукот, это цитата из Дгилем, из псалмов. Давид Амелох, в псалме, тоже номер 12, а, в 12-м псалме Давид Амелох говорит Сифтейхалукот. То есть, когда есть что-то типа раздвоенный язык, я не знаю, как перевести, потому что это не язык, а именно губы. Губы, которые говорят двойные вещи. Пример этого, это когда двоязычие некоторые, человек думает одно, а говорит другое. И об этом сказано что язык надо охранять от того, чтобы он не сказал ра, а уста от того, чтобы они не сказали мирма. В терминах шламо Амелоха, как Гаон его объясняет, лошон и сфатаем, язык и губы. Губы, это всегда внешнее, язык всегда внутреннее. Это внутри человека, так происходит. Язык, он находится внутри рта, а губы находятся снаружи. Так вот, язык, он выражает то, что человек хочет, когда, когда Танах говорит слово язык, объясняет Гаон, то здесь высказывается то, что человек говорит какие-то мысли, которые выходят из его сердца, которые совпадают с мыслями сердца. Когда употребляет слово разговор сфатаем, речь через уста, то здесь есть разница между тем, что находится внутри, и тем, что находится снаружи. Поэтому Балашон-Кодыш специально, есть два слова, которые выражают и то, и другое, органы человеческой речи, наружные органы человеческой речи и внутренние органы человеческой речи. Язык и губы. Губы, это когда сердце думает одно, а говорится другое. Язык, это когда мысли и слова совпадают. И поэтому, про слово Лашон, сказано Цор, Лашана и Хамера. Тебе надо охранять свой язык, от того, чтобы не произнес что-то плохого. Но, когда мы говорим про пи, про уста, то мы говорим про внешний разговор, поэтому употребляется слово Мирма. Мирма, это когда выглядит речь хорошая, а внутри мысли плохие. Теперь он это объяснил, то, что имеется в виду у нас в голове. И также написано в другом месте, сфатейха, медабер, Мирма, чтобы твои уста не говорили Мирма, тоже употребляется слово уста, потому что это речь, внешняя, а не внутренняя речь. Окей. Теперь я думаю, что можно попытаться к нам, вернуться к нашему пасуку, и попытаться понять, что хотел Гаон, здесь, от Шлома Меллаха, как он объясняет высказывание Шлома. Читаем. Он говорит, Мира Макшиф Альсфат, Изра, Изла, Слушает это уста, Шекер, который выходит из Лашона, из языка. Объясняет Гаон, что есть две вещи зла, это зло и Мирма, Ра и Мирма, то есть, обман позитивный, как бы, который выглядит хорошо, а внутри плохо, и зло, которое внутри и снаружи одинаковое. И это то, что я объяснил, говорит Гаон раньше, и ссылается на то место, которое мы сейчас читали. И здесь сказано, что Ра, вот настоящая Ра, которая внутри и снаружи одинаковая, оно создано таким образом, что оно принимает то, что говорят уста. Уста, которые говорят Мирму, они как бы, что-то говорят, и зло, внутреннее зло, принимает то, что говорят уста, вслушиваются в их речь и используют ту Мирму, которая говорится. Мирма – вещь, которая хуже, чем Ра. Мирма – это, Ра – это то, что идет лобовую атаку, и можем определить и устоять. Мирма – это всегда питуй, это всегда обман, соблазнение, соблазн, который выглядит, как обычно, как любая работа Яцархары, которая приходит в Талиси и Тфилин, выглядит как митсва, с которой приходит к тебе, и тебе нужно определить, является оно митсвой, или является Адавейрой. Оно всегда приходит с какими-то хорошими словами, но внутреннее побуждение отрицательное. Но Ра и Мирма, они связаны друг с другом. Мирму надо уметь услышать, потому что Мирма приходит таким образом, говорит Гаон, что она разговаривает так тихо, чтобы ее не было слышно, и человек должен постараться вслушиваться в слова этих сватаем, и тогда ему кажется, что его никто не пытается соблазнить. Просто он сам услышал то, что находится внутри, и идет, и соблазняется этим видом Ецаргары. Так учит Гаон это предложение. Окей, более-менее понятно. Двинемся дальше. На самом деле, может быть, нет, может быть, еще одну вещь надо сделать, момент. В второй главе в предложении Тед Зай нужно, может быть, на одну секундочку обратить внимание, написано, что ты должен найти способ спасти себя от Ишизары, от чужой жены. Момент. Момент, момент. Чтобы спасти от женщины Зары и от женщины чужой слова, которые делаются халаким, делаются гладкими. Здесь есть две виды Заны. Зана Нахрия и Зана Ишазара. И Гаон, если кто-то помнит очень длинный комментарий, я не думаю, что нам надо сейчас в него обходить, Гаон разделяет, что Нахрия это та, которая чужая, которая ни при каких условиях не может стать твоей женой. Ее нельзя принять ни при каких условиях. Ишазара это немножко другая. Она сейчас жена кого-то другого, но в принципе она может к себе относиться. И это две виды Таевы и Хемды, которые входят внутрь человека. И это два вида Ецар-горы, которые находятся Ецар-гора Б Иша, Бнукова. В женском начале и мужском начале. Так же, как в женском outfits в мужском начале есть Ра и Мирма, есть эти два вида обмана. Обман, который дается в лобовой атаке и обман, который дается с ухитрениями. Так же в женской Ецар-горе есть эти два вида начала. Это Тайва и Хемда, одна из которых сразу видно, что это что-то негативное в виде Ра, и другая, которая видит в виде Мирма, в виде какой-то митсва приходит. Например, возьмем какой-нибудь пример самый грубый, который можно себе придумать, обжорство. Человек, который стремится, любит, люблю повеселиться, особенно пожрать, и вот человек стремится к этому обжорству, и эта Тайва к дорогой, хорошей и большому количеству еды может прийти в двух видах. Может прийти просто, пойдем пожрем, а может прийти в виде, пойдем и сделаем митсву он их шабос. И тогда понятно, так же как схок, радость, веселье, это обратное каосу, может прийти к человеку в виде того, что митсвах доля льет бессимха, надо радоваться. Поэтому вариант, как надо радоваться, если Тора не доставляет пока радости, то я буду радоваться другим способом, то есть машав лейцим, то есть место, где сидят насмешники. И в результате вместо митсвы их доля льет бессимха, получается машав лейцим, место насмешников. Приходишь к другому. То же самое здесь. Когда к тебе приходят ецаргара в виде, что надо хорошо подготовиться к он их шабос, и надо приготовить столько такого и сякого и так далее, для того, чтобы он их шабос был на 5 с плюсом. А поскольку я сам слышал один раз, имена я все-таки говорить не буду, но я сам слышал про маму какого-то обреха, которая рассказывала, что она готовит еду на шаббат. Поскольку хатсаот шаббат, все, что на шаббат готовится, сказано, что Всевышний возвращает это, то она готовит априори там в 3-4 раза больше, чтобы было много, хорошо и вкусно на всю неделю, потому что все равно Всевышний вернет. Вроде бы как начинается с митсвы он их шабос, а в результате просто много, хорошо и вкусное. Окей, понятно. То же самое находится и в мужском, и в женском начале. Теперь двигаемся дальше. Следующий пасук, пятый пасук нашей главы, то есть главы номер 17, пасук номер 5 говорит. Кто смеется над бедным, тот хулит творца. Злорадный не избегнет кары. Начнем с Марбима, который объясняет так, в начале на иврите. Человек, который смеется над бедняком, он делает проклятие для того, кто сделал этого бедняка, для творца этого бедняка. А человек, который радуется падению какого-то богатого человека, что он обеднел, он тоже не очистится от этой вещи. Дерих Агамф, пока мы не начали просто. Луэк, Лераш, смеяться над бедным. Это словосочетание, которое сегодня очень популярно в Галахе, используется для определенных вещей. Например, я думаю, что большая часть мужчин знает, женщины маловероятно, поскольку у них нет цицит. Но большая часть мужчин знает, что когда приходишь на кладбище, надо цицит убрать внутрь, чтобы они не были снаружи. Почему? Почему нельзя на кладбище войти с цицит, нитки, которые болтаются, как обычно, снаружи? Потому что это луэк, Лераш. Потому что это насмешка над бедным. Кто такой бедный? Человек, который умер. У него нету митцвод. Я вхожу на кладбище и показываю цицит, и тем самым я показываю, что у меня есть митцвод, а у тебя нету митцвод. И это насмешка над умершим, поэтому цицит должен находиться внутри. Все митцводы, которые можно делать на могиле, делаются только, например, читание псалмов, чтение псалмов и так далее. Все это делается только лихвот мэтт по поводу умершего. Какие-то другие митцводы вокруг могилы делать нельзя, поскольку человек, который лишен возможности делать митцвод, нельзя над ним насмехаться тем, что рядом с ним стоишь и делаешь митцвод. Это то, что сегодня в Галахе известное словосочетание. Взят оно отсюда, из Мишли, где сказано, что тот, кто насмехается над бедняком, тот хулит, позорит его создателя. Говорит Мальбим. Говорит Мальбим. Мы уже написали в посуке, в другом посуке, Что человек, который дает деньги в рибис, деньги под проценты в долг, бедняку, он позорит создателя этого бедняка. Что человек, который сделал бедняка, создал человек, Всевышний, который сделал бедняка и создал его, Он создал также для него всю парносу, все пропитание, которое бедняк должен получить. Другими словами, Всевышний, когда создал бедняка, он создал те деньги и те способы передачи денег, которые этот бедняк должен получить в мире. Грубо говоря, он создал того богача, который должен дать сдоку бедняку. И когда этот богач дает ему деньги под проценты, то он делает изъян в создателе. Он делает как бы так, что есть какие-то вещи, которые Всевышний создал. Леватола. Просто так, бессмысленно. Потому что в случае, если этому бедняку вынужден брать деньги под проценты, то это значит, что Всевышний не создал чего-то, что должно дать пропитание этому бедняку. На самом деле, человек, который дает деньги под проценты, он и был создан Творцом для того, чтобы дать пропитание бедному человеку. Когда он этого не делает, и до этого под проценты, нарушая заповедь Торы, тем самым он проявляет изъян в создании этого мира. В том, что в мире есть какая-то нехватка. Бедняку не хватает, и у него нет то, что ему приготовлено для пропитания. Здесь приходит, говорит Мальбин, и добавляет в Шлома Амеллах еще одну деталь, что человек, который не дает под проценты, но просто насмекается над бедняком, потому что у бедняка нету сил. Понятно, что богатый человек с охраной на нескольких мерседесах, бенцах и так далее, он может себе позволить насмехаться над каким-то бедным человеком. И у этого человека нету мехиат-едо. Его рука не достигает возможности заработать на жизнь. То в тот момент, когда над ним насмехаются, в этот момент позорят создателя. Что безусловно, поскольку у него есть какой-то тахлит, которая какая-то цель у этого бедняка, и нету ни одной вещи в творении мира, которая бы оставил, осталась просто бомикре, случайным образом в мире, поэтому получается, что человек, который насмехается над этим, он как бы объявляет Дерих Некама некой местью, что из-за того, что он ненавидит этого человека, то он говорит, что тот, кто создал этого человека, создал его зря и не создал все, что ему нужно. Таким образом, он позорит, хулит своего создателя, создателя этого бедняка. И человек, который радуется бедности другого человека, Дерих Некама, местью, а вот ты тоже объединил, вот как хорошо, то этот человек не очистится от наказания. Как сказано, когда ты видишь падающего своего врага, то не надо радоваться в своем сердце. Окей. В общем-то, даже итог подводить особенно не надо, потому что Мальбин очень просто объяснил, что имеет в виду шлом о мылах. Нет ни одного творения в этом мире, у которого нету своего предназначения. Человек, который делает так, что бедный бедняк не получает денег, или получает их под проценты, или над ним смеются из-за того, что он бедный и так далее, этот человек объявляет бессмысленность создания, которое есть в этом мире. Поскольку создание не может быть бессмысленно, то очевидно, что этот бедняк имеет какой-то смысл, и значит, Всевышний его создал с умыслом, но не смог, киба и холь, как будто бы, не дай бог, сделать так, чтобы все, для чего этот человек был создан, было осуществлено. И в этой ситуации тот, кто насмехается над бедняком, как бы объявляет некое изъян несостоятельности Всевышнего. На самом деле, Наравайом, страшное дело. Гаон Мивильна добавляет, Раш, кто такой Раш? Это бедняк со времени того, как он родился, то есть тот, кто родился бедняком. Это называется слово Раш. Потому что так, почему он родился бедняком? Потому что так была Гзейра от Всевышнего, что этот человек должен быть рожден под тем мозалем, под тем созвездием, что он станет бедным. Человек, который над ним насмехается, он михарев о сегу, он делает позор творцу, тот, кому, который сотворил этого человека. Имеется в виду тому, кто сотворил бедняка. Он его позорит таким образом. В рукописи Гаон написал, он позорит того, кто сделал этого человека бедным, то есть кто его создал бедным. То же самое, творца. И человек, который радуется, леид, что такое леид? Леид это человек, который был богатым, а теперь к нему пришло время, от слова эйд, время, период, период бедности. И он радуется тому, что у этого человека пошла черная полоса в жизни. Так по-человечески можно понять. Но вот про этого человека, который понимает это по-человечески, про него сказано, что он ло инаке, мишевер, он не очистится от того, чтобы быть сломленным. И не сказано, что он позорит создателя. Про него это не сказано. Потому что время, которое пришло для человека быть бедным, это не потому, что его так создал Всевышний. Всевышний его создал богатым. Обеднел он из-за каких-то причин, по которым Всевышний решил, что этот человек должен обеднеть. Например, из-за тех оверот, которые он сделал, из-за тех грехов, которые он сделал, он должен прийти к бедности. Поэтому, когда кто-то над ним смеется, радуется того, что этот человек обеднел, он не позорит создателя. Здесь нет претензий к Творцу мира. Здесь претензия к этому человеку. И об этом сказано Бараатоид Хэроша, что из злости, из-за нечестивства, будет отодвинут Роша. Я пропускаю несколько цитат, которые он доказывает, из разных мест. И здесь сказано, что человек, который насмекается над таким человеком, не тем, который Всевышний создал бедняком, с этим все понятно. Это вообще он позорит создателя от начала до конца. Но человек, который насмекается над другим человеком, который обеднел, тем не менее, он лоинакэ. Здесь нет позора Творцу, но он не очистится от своей авэйры. Почему? Эти две вещи, которые сказаны, МАОВОТЛОИХОЛИТКОН. Это Гемора, которая задает вопрос. По-моему, в Когелите есть этот пасуг, я не помню, где он находится. В Когелите, в первом перике Когелита есть пасуг МАОВОТЛОИХОЛИТКОН. Мерзость невозможно исправить. И Гемора задает вопрос, что такое мерзость, которую невозможно исправить. И приводит Гемора несколько ответов на вопрос. То есть здесь какая-то авэйра, которое исправить физически невозможно. Как это может быть? Вроде бы, все, что человек сделал в этом мире, он может исправить посредством, например, тшувы. Спрашивает Гемора, о чем говорит Шлома Амеллаху Кагелите, когда он говорит «Маа вот лоо холит кон». И Гемора приводит несколько вариантов. Вариант номер один. Человек, который пришел к замужней женщине, она немножечко от него забеременела и также немножечко родила мамзера. После этого и человек, и тетенька сделали тшуву, раскаялись, соблюдают митцвот, все замечательно. Но мамзер бегает, веселый, жизнерадостный, живет в мире и всегда напоминает о той авере, которая произошла. И это исправить никаким образом невозможно, кроме как убить мамзера. Но это Тора запретила, есть заповедь, не убивай. Поэтому это мерзость, которая сделана, исправить которой невозможно. Это первый пример. Более или менее понятный. Второй пример, который приводит Гемора. Что такое «Маа вот шиев шарлет кон», что такое мерзость, которую невозможно исправить. Это человек, который не прочитал утром шма вовремя. Все. Это мерзость, которую невозможно исправить. Нить шува ничего не поможет. На завтра он прочитает шма вовремя, все замечательно. И он выполнит митцву завтрашнего шма. На сегодняшнее шма поезд ушел, и рельсы остыли. То, о чем сказано, что «Аварзмано бетель карбано». Прошло время, и ботель корбан. Человек, который должен был принести корбан, но не принес в назначенное время. Например, человек, который должен был принести корбан пейсах, но не принес его ни в пейсах решен. Он специально не принес в пейсах решен. Пришло время пейсах, а 14-е Ниссана, он не принес корбан пейсах. Исправить это уже невозможно. Пейсах решение можно исправить тому, кто был нечист, находился в дороге. Но человек, который специально не принес корбан пейсах, это неисправимая вейра. На следующий год он принесет корбан пейсах, он сделает шуву. Но корбан пейсах предыдущего года уже существовать не будет. Это еще один пример того, что такое, то, что нельзя исправить. Мерзость, которую нельзя исправить. Это любая митва дела, связанная со временем, которую человек не выполнил. Исправить его больше будет уже никогда никак невозможно. Здесь, это два примера, которые я помню из Геморы. Здесь Гемора говорит, что человек, который смеется над бедным, бедным, или человек, бедным от рождения, или человек, который, в общем, тоже смеется другим способом над тем, кто обеднел. Обе эти вещи называются мерзость, которую нельзя исправить. Почему это мерзость? Потому что тот, кто был богатым, а теперь обеднел, и время бедности настало, уже невозможно исправить. Потому что даже если он разбогатеет, то то время, которое он был бедным, он был медным. Но здесь имеется в виду Лихойра. Гаон говорит, что человек, который был богатым и обеднел, он уже вновь не разбогатеет. И комментарий на Гаона задает вопрос Царихи Юн. Непонятно, почему богатый человек, который обеднел, не может больше разбогатеть? Точка. Они остаются под вопросом комментарий. И улай, может быть, что Гаон имеет в виду то, что сказано в Кагелет Раба, то, что сказано в Медраша Кагелет. Что когда человек делает что-то мерзкое для себя из слов Торы, то есть Талмитхохом, который перестал быть Талмитхохом, и, попробуй выскажи это по-русски, глагол от слова мерзость, омерзил свои слова Торы, сделал их мерзкими, это уже никак нельзя исправить. И слово Маавод здесь относится к тому, что было изначально цельное, совершенное, доделанное, а человек его испортил. Существует богатство не только в виде богатства золота и серебра, но и в виде богатства Торы. Человек, который был богат в области Торы и обеднел, это не может произойти, а только по той причине, что он перестал заниматься Торой. Во всяком случае, об этом идет речь. И это мерзость, которую уже нельзя исправить. Даже если он сделает шуву и снова станет Талмитхохом, то Тору, которую он забыл из-за того, что он перестал их заниматься, это исправить уже невозможно. Какое-то количество Тора ушло из этого мира. Так пытаются объяснить комментаторы Гаона, поскольку иначе не очень видно, что имеет в виду Гаон, поскольку мы много раз видели, то есть я вообще немного видел богатых людей, но понятно, что существуют богатые люди, которые проигрывали в бизнесе, восстанавливали свой бизнес и так далее. Поэтому непонятно, почему богачу, у которого идет черная полоса, это называется Маавод Шиев Шарлетко. Хиссарон, изъян, это бедняк сам по себе, который уже невозможно исправить этот Хиссарон. Потому что то же самое говорит Гаон в Торе. У тебя есть тоже два вида людей, которые я упоминал в богатстве и бедности обычного телесного мира. Существует понятие Раш. Это человек, который Амгарец от начала до конца, таким родился и таким растет, полностью безграмотный человек. И случилось это из-за Хиссарона, из-за изъяна в его разуме. Человек, который над ним насмехается, он делает изъян в создателе этого человека. То есть возьмем совсем грубо пример. Есть какой-то юноша средних лет или пожилой, который немножечко вот так вот случилось, что он не очень может Тору учить. Он называется Раш. Он бедняк в Торе от самого рождения своего Создателя. Человек, который над ним насмехается, он вносит изъян в то, для чего Всевышний создал этого человека. Ведь есть смысл создания этого человека. Насмешка над ним делает создание Всевышнего бессмысленным. И это превращается в насмешку в издевательство над Творцом. Человек, который радуется другому, а именно Талмитхохаму, который был Талмитхохам, но теперь, например, по старости или по какой-то причине болезни и так далее, он забыл свою Тору. Человек, который радуется над этим, человек, например, над тем, кто ошибается и неправильно по секгалаха, неправильно делает какую-то вещь в галахе, или радуется тому, что какой-то пожилой человек, Закен, который был муфлок, такой супер, он забыл свою Тору, такой человек не сможет очиститься от этой своей радости. Таким образом, Гаон переводит стрелки, как он часто делает в книге Мишли, из материального мира в мир духовный. И говорит, что Раш и Эйд, это два вида бедняков в Торе. Раш это человек, который немножечко обездолен своими мозгами, родился изначально таким, что он будет бедняк в Торе, и человек, который над ним насмехается, он делает из Всевышнего Творца, который творит ненужную вещь, вещь, которая не имеет какого-то смысла. Понятно, что это как бы вещь, которая никак невозможна исправить такую насмешку. Человек же, который насмехается над другим человеком, который Толмитхохом, но забыл Галоху, ошибся в Галохе, или по старости лет забыл Тору, об этом сказано, что этот человек не очистится, но не сказано, что он Харафасеху, не сказано, что он своего Творца и Творца этого человека объявляет бессмысленным. Окей. Это пируш, который дает Мальбе Мегаон на этот пасук, в чем-то похожий, но Гаон дает некоторые добавления. Шестой пасук, пасук Вав, говорит, «Венец стариков сыновья, сыновей, слава детей, их отцы». Что это значит? Начинаем с Мальбима. А, начинаем с текста. Здесь есть два слова атерет и тиферет, которые я не знаю, как правильно переводить на русский язык, поэтому переведем к каким-то стандартным переводам. Атерет – это корона венец, тиферет – это красота гармония. Таким образом, корона скиним, корона стариков – это их внуки. «Вэабаним», а дети будут украшаться своими схутом, заслугами своих родителей. Это дословный перевод. Теперь пытаемся разобраться. Человек, он существует как человек митсат навшо, со стороны своей души. И каям бэмин митсат гуфо. И он существует как вид со стороны своего тела. Со стороны того, что он существует как вид, то он, украшение этого вида являются внуки. Что так же, что зекна, старость, это некое свидетельство о том, что человек приближается к тому, чтобы уйти, измениться к изменению себя в этом мире, то точно так же у него останутся внуки, которые останутся в этом мире. Поэтому это то, что будет его украшать в мире, когда он уже уйдет в другой мир. Дети, они хвастаются, украшаются заслугами своих родителей. Поскольку это эти вещи, которые каямин, которые существуют, бэиш, в каждом человеке, ну, в тех, у кого есть. Вудстакатамам, эдат, лебнейхам и хорейхам. И заслуги родителей остаются сыновьям даже после того, как родители уходят из этого мира. Комментарий как бы очень простой. Это Пшада Пашут, который дает Мальбин. А вот Гаон здесь начинает немножечко нам интереснее говорить. Гаон говорит, Атерицкинин бнэйбаним, что украшение корона старейшин, стариков, это внуки. Потому что Закен, старик, кшиешл бнэйбаним, когда у него есть внуки, и также, когда Всевышний ему удостоил его того, что у него есть много потомков. Киштелейзайтимс, абиброшельханой. Они находятся как маслины, которые расходятся вокруг дерева, также эти внуки находятся, расходятся вокруг стола. Виаторбагам, и тогда человек украшается им, это является его короной. И они являются, и вот это и есть корона Ласкинин. Но Тиферет Баним Аватам, но красота, гармония для сыновей, это их отцы. Имеется в виду, что это то, чем они украшаются. Это отцы, то, что украшает детей. Но это не является короной. Потому что не может быть у отца, у сына двух отцов. У отца может быть несколько сыновей и внуков, поэтому это может работать как короны. Но у сына не может быть двух отцов, поэтому это называется слово Тиферет, словом красота, и не называется словом Атара. Сказать, что это понятно, так будет преувеличение. Поэтому давайте попытаемся разобраться с помощью Гаарот, который написал Рафминак Мендель на Гаона, хотя это тоже остается немножечко... Он говорит, что... момент, где он это говорит, что у ребенка не может быть а только один отец. Корона, понятие Атара, корона, это всегда множественное число. Их всегда много. так вот, как это, я не знаю, три. Какие-то расхождения, когда несколько лучей, ну, понимаете, что имеется в виду, это не шапка, а как это называется, обруч, который называется на голову, и из него несколько колючек выходит. Эта корона, она всегда множественное число, там не может быть один. До того, как мы посмотрим Рафминак и Менделя, я думаю, что есть один маленький кусочек Мишли, который так вот случилось исторически, что все знают близко к тексту. Это 31 глава Мишли, и в ней есть 28-й посук, который, поскольку поется каждый шаббат эшетха ильмиемца, то поэтому его знают очень многие. Говорит посук, камубанегавээшруха, праамаму, встанут дети ее и будут ее ишруха, как это перевести на русский язык, делать ее богатой, делать ее более счастливой. Баала вейгалала, муж ее, и он будет ее, легалель, будет ее прославлять. Это посук, который говорится про эшетхаэль. Приходит Гаон и говорит, камубанегав, станут ее дети и будут ее как бы возвеличивать. имеется в виду в этом мире. Сыновья, они украшаются своими отцами, как сказано в нашем посуке, что украшение сыновей их отцы и также сами сыновья, кто такие сыновья? Это Талмидиум, это ученики. Как сказано в Сифре, ващенантам Ливанейха, посук в Торе, о самой Торе, и обучайте ей то истории ваших сыновей. Говорит Сифре, сыновья это ученики. То те, кого ты обучаешь Торе. Убней банейгам. Это что это такое? Бнейганавиим это сыновья пророков. Вэашругу и эти ученики будут прославлять свою маму. Имеется в виду, что ученики, которые миштэшаим и пиашмо, которые пользуются знаниями из того, что они услышали, что услышали от своего Рава, они будут тем, что они существуют и говорят эти вещи, они восхваляют, возвеличивают своего Рава. Баала, муж, будет прославлять эту женщину. Баала это Гошем. Кто такой Бааль? Это Всевышний. Нишама приходит перед ним, душа человека приходит перед ним, и Мигулелята, и Всевышний хвалит ее. О чем сказано? И будут хвалиться в воротах ее действия, действия жены. Жена это Нишама, это душа имеется в виду. И так же Нишамала, Нишама, и так же верхняя душа и так далее. Баала это то, что находится у Всевышнего. Он Бааль, он хозяин, он муж. Как сказано, у тебя Всевышний источник жизни. И это два мира, о которых идет речь. Каму Банейгова и Шруха встанут сыновья и будут ее хвалить. Хвалить будут Вала Мазе в этом мире. Баала будет ее хранить Всевышний. Это Вала Маба, что это начало и конец. Теперь он приводит Дгилем, в котором говорится то же самое, но уже сейчас сравнив эти два места, мы можем увидеть, что говорит Шламу Амелах. Когда он говорит, что момент, что он говорит, он говорит Атеретский нимб, Нейбаним, что короны для старейшин, для стариков будут сыновья сыновей, внуки, а украшения сыновья будут их отцы. Он говорит, что украшением сыновей будут их отцы, это когда дети прославляют своих родителей эта награда, которая дается в этом мире. в будущем мире награда будет исходить уже от Всевышнего. Рабимейр здесь говорит еще один вещь. Атеретский нимб, что такое корона стариков? Сын, он защищает отца. Что значит сын защищает отца? Геморис Адгерин сказано, что Бара Мизаке Аба, что сын дает схуд своему отцу, то есть даже после смерти отца, который сделал какие-то оверот, действия сына в этом мире дают какую-то награду для отца и сын может забрать отца из геенома. Аваль, Аба, Эдбно, Эйнамагин, но папа не защищает своего сына. Рагумит Паэр, он может только хвастаться, украшаться своим ребенком, поэтому Бнейбаним, они являются короной, поскольку корона это то, что связывает со Всевышним, это то, что находится свыше человека и образует некоторую связь между верхом человеческого тела и выше, Всевышним, Творцом, поэтому Бнейбаним, внуки, они могут, тем более сыновья, они могут сделать так, что человек даже после смерти соединяется с Творцом. Это то, о чем сказано, Бен, Кара, Де, Абуга, сын является ногой отца. Что значит, что сын является ногой отца? Это означает, что даже после смерти отца сын продолжает везти отца в Ганедон и в зависимости от того, куда идет сын, по какой дороге он идет, в зависимости от этого душа отца оказывается в том месте, куда ее ведет сын. Сын является ногой для тела, для души своих родителей и, соответственно, ведет родителей даже после их смерти. Окей, поэтому Бнейбани, внуки, они миатрин, они дают корону, они магиним, они защищают родителей и дедушек. Тем более отцов, не только дедушкам, тем более отцов. Но, а вот отцы, даже на своих детей они могут только украшаться ими, но не могут дать им защиту. Это не в силах родителей. За исключением одного случая, написанного в Геморе Сота, Гемора приводит, что когда Афшалом, сын Давида, восстал против Давида и во время этого восстания была война, он хотел убить Давида, он там сделал много чего, в частности, он вошел и жил с женами своего отца для того, чтобы запретить их своему отцу с наложницами. Он сделал все от него зависящее, чтобы уже невозможно было помириться и надеялся победить Давида. Давид был достаточно в пожилом возрасте, но тем не менее, Давид собрал армию и армия разбила армию Афшалома полностью. И во время этого сражения Афшалом, он был Назиром, он был как бы, несмотря на то, что он делал с Давидом, он был цадиком в остальных вопросах. И он во время, когда убегал, он волосами, огромными, длинными волосами зацепился за какие-то ветки, повис там и был убит. И когда Давид об этом услышал, он молился и говорит Гемора, что он поднял Афшалома из семи уровень гейнома, которые возможны, и ввел в Ганедон своей молитвой. Спрашивает Тосфас, это Гемора в трактате Сота, спрашивает Тосфас, как такое может быть? Вот мы только что читали, фактически, это Гемора Сангедрин, Давку удал, который приводится, в общем, обосновывается из книги Мишлей, из Танаха, что сын спасает отца, отец не спасает сына. Есть доказательства, Авраам не смог спасти Ишмеля, Исхак не мог спасти Исава. Как же получилось, что Давид может спасти Афшалома? И Гемора отвечает, Тосфас отвечает, два тируца, возьмем один из них, посредством Тфилы может. Аль-Едей Тфила, Шони, посредством Тфилы можно спасти, даже отец может спасти сына. Сын спасает отца, для этого ничего не надо делать, просто нормальный образ жизни. Потому что все, что делает сын, это все равно становится заслугами отца. То, что делает отец, не становится заслугами сына, но когда отец что-то делает, молится, делает действия в заслуге сына, то это тоже может как-то помочь. Но тем не менее, ограничение очень большое, поэтому сын является короной отца. Корона это, в частности, некий щит, который помогает и защищает. Но сын, это сын короны отца, но отец не может являться короной сына, это только красота, гармония Тиферет, которая помогает каким-то образом, дает скутовод, дает какую-то свето-дешмаю, но полную защиту дать не может. Поэтому использованы разные слова, разные категории. Окей. Теперь, я думаю, один момент. Момент. Окей. Здесь ничего такого сугубо важного нет. Следующий пасук, наверное, надо попытаться пройти. А. Да. Следующий пасук. Седьмой пасук. Говорит Шлома Меллах. Неприличен грубому язык чванливый, тем более благородному язык лживый. Что-то я немножко иначе читал это предложение, когда учил. Давайте посмотрим, как оно звучит на лошеной кодыши. Лонаава не является украшением. Ленаваль Мирзавца Сфат Йотер лишние слова. Он перевел почему-то фальшивые слова. Сфат Йетер. Йетер это больше лишние слова, которые он говорит. Вавки Ланадив Сфат Шекер. И для человека, который является Надив, который дает надовод благочестивому человеку, язык лжи. То есть, здесь есть два призыва. Не говорить лжи раз и не говорить лишних слов. Два. К разным людям, правда. Говорит Мальбин. Навэль Гу Гефэх Минанадив. Навэль это антоним слова Надив. Надив слово Надава это добровольные пожертвования. Навэль это ровно антоним понятия добровольных пожертвований. И несмотря на то, что Навэль он тоже немножечко гу гакацэ митнагэт алиднадивуд. Несмотря на то, что он в принципе является с обратной стороны и вся его суть это противостояние понятия Надивуда, понятия добровольных пожертвований. Вэндарко лэавтех матан вэхэзад. И обычно подобный человек он не жертвует, не обещает ни подарков, ни хэсада. Тем не менее, им мафтех, если он что-то пообещал, обычно этого нет. Но если он что-то пообещал, то он не хочет говорить лжи и он должен сохранять свое обещание. Потому что также он должен внимательно следить за тем, чтобы все, что он пообещал, было без изъяна. Если мы говорим про сфаты йотер, про лишние слова, которые идут в речь, то это больше, чем он дает. Больше, чем дается, то это гнайло. То есть, человек, который дабер сфат йотер, сказал что-то лишнее, больше, чем может дать, то он потом, это ему позор потом, он обещал 100 тысяч, дал только 90. Потому что, несмотря на то, что он навель, немножко мерзавец, и немет надев, и он не дает надеву, тем не менее, он человек, который не нарушает своих обещаний. Несмотря на то, что надев, у него, его опасность, это сват шекер, это неправда, что гнай, мишлашат задим. Когда человек говорит неправду, обещает и не делает, это будет гнай, это будет изъян с трех сторон. Со стороны человека, который надев, со стороны обещания, что он не только то, что не выполнил своего обещания, но также вообще не держит обещаний и говорит неправду. То есть, Мальбин говорит, что даже человек, который анти-надив, человек, который обычно не делает, не дает какой-то милости, не делает чего-то, тем не менее, этот человек следит за тем, чтобы не говорить неправду, потому что она его сильно позорит. Но есть, кроме неправды, есть еще понятие сфат-йотер, когда делается, говорится что-то лишнее. И вот что-то лишнее, она проблема для человека по имени Навель, а надив для него самое главное, он в принципе готов всегда дать, он готов на это. Главное для него, чтобы он не соврал лишнего, это не то, что его беспокоит, а Навеля беспокоит именно лишнее. Но мы не успели закончить это предложение, поэтому мы им займемся на следующем уроке. Всего доброго. субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,